Доблестный труд Праздничным салютом Как республика готовится к празднованию Дня Великой Победы, расскажет Слава Духмадулин Халяльный сервис и президентские апартаменты Общая цифра людей, посетивших Казань и Татарстан за этот период, было больше 200 тысяч человек Как Казань готовится встретить гостей футбольного мундиаля, узнал Дмитрий Иринян Чиновники отчитались о доходах Все должно быть по закону и прозрачно Кто отказался от подачи справок, в репортаже Анны Городновой Всех ветеранов Великой Отечественной войны в республике наградят медалями за доблестный труд Такое решение сегодня принял Рустам Миниханов В Доме правительства раскрыли некоторые детали предстоящего празднования Так, 9 мая в Казани на параде впервые проедут танки Т-34 А бессмертный полк ждет больше сотни тысяч участников Молодой в военной форме сослуживцем это Каим Самигулин 18 лет Он ушел на фронт в 1943-м, в боях потерял ногу и получил ранение руки 73-ю годовщину победы уже в 71-й раз встречает с супругой Марья Сегодня они получили поздравления от президента Кроме открытки и теплых слов, Каим Абея ждет медаль за доблестный труд Такую же награду получат более полутора тысяч ветеранов по всей республике Это решение Рустама Миниханова Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны Участникам Великой Отечественной войны, не входивших в состав действующих армий Таких у нас 412 Награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда 173 И 188 это бывшие узники концлагерей Медали будут вручать вплоть до Дня Республики 30 августа Главным местом празднования Дня Великой Победы В Республике и в Казани станет площадь Тысячелетия Здесь сегодня уже начали возводить сцену Ну а 9 мая все начнется в 10 утра В рамках парада военная техника поедет со стороны Ленинской дамбы А казанцы и гости города здесь впервые смогут увидеть легендарный Т-34 С этого дня начинаются репетиции В это время Ленинская дамба и площадь Тысячелетия будут перекрываться Подробный график сейчас на экране Общественный транспорт традиционно 9 мая будет организован в усиленном режиме Спецподача автобусов по завершению мероприятия будет организована На улице Левобулачной в районе переулка Кирова И на Ленинской дамбе возле Тат-Медиа В усиленном режиме 9 мая будут работать 5000 полицейских и сотрудников Росгвардии Для контроля за ситуацией будет использоваться возможность АПК безопасное в город Это видеомониторинг всей территории практически республики С выводом дежурной части Министерства внутренних дел Кульминацией дня станет шествие Бессмертный полк И в этом году он стартует в 3 часа дня с Площади Свободы Завершится все праздничным салютом в 10 часов вечера Словат Мухмадуллин, Данил Фуатов, ТНВ, Казань Прямо у стен Кремля сейчас танки, военные и знамена В эти минуты в Казани на площади Тысячелетия идет репетиция Парада Победы Принимает участие порядка 2000 человек, 26 парадных расчетов и 10 военных машин Рамиль Шайдулин отправился на место, чтобы узнать, как они разместятся, чтобы все прошло максимально слаженно Рамиль, отработана ли уже тактика парада? Да, Дайан, добрый вечер Вот так на ваших глазах продолжается репетиция Парада Победы И с военной выправкой Чеканишак по площади Тысячелетия Идут 2000 людей в военной форме Это военнослужащие, юноармейцы и кадеты А колонна следом это военная техника Но если все марширующие в сборе уже сегодня То машин к 9 мая будет еще больше, а точнее раритетных В этом году есть небольшие изменения, приятные изменения Будет задействована в параде тяжелая техника Легендарный, известный танк Т-34 и «Катюша» впервые будут участвовать в параде Это тоже будет очень захватывающе Я уверен, что наши казанцы и гости столицы будут приятно удивлены Да и конечно 9 мая площадь будет в разы полнее И наверное все понимают о чем идет речь Об акции «Бессмертный полк» пройдя 2 километра Здесь на площади они завершат свой маршрут И сегодня можно говорить о 150 тысячах человек-участниках Наблюдать за всем этим грандиозным действом можно будет со стороны цирка Со стороны улиц Левобулачная и Правобулачная Со стороны Кремля Конечно нужно предсказать, вместят ли площадки всех желающих посмотреть на это действие Но желающих посмотреть на репетиции очень много Я попрошу оператора показать, сколько со стороны Кремля собралось зрителей репетиции парада сегодня И на этом у меня все, Даяна, передаю вам слово Спасибо, Рамиля, мы продолжаем выпуск От перестановки слагаемых с ума скандалов В набережных Челнах жители заметили, что на праздничном баннере к 9 мая Изображен красно-бело-зеленый флаг, то есть флаг Венгрии Которая, кстати, Великую Отечественную войну воевала на стороне гитлеровской Германии К тому же другой элемент баннера «Звезду» сочли похожий на американскую Что это, невнимательность или незнание главных символов? И как будут теперь оправдываться перед челнинцами? Смотрите в 21.30 Другим темам Россия к проведению чемпионата мира по футболу готова Об этом Владимир Путин заявил в Сочи Сегодня здесь он провел заседание Оргкомитета Принять в нем участие прибыл президент FIFA Джани Инфантино В числе участников по видеоконференц-связи Руслан Мениханов Обсудили вопрос о готовности стадионов и других инфраструктурных объектов Президент рассказал, что подготовка к чемпионату в сфере транспорта Стала одной из наиболее масштабных Особый акцент сделал Владимир Путин на вопрос о безопасности В эти дни нагрузка на регионы возрастет в разы И президент попросил руководителей держать все под личным контролем Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги На все региональные структуры вырастет в разы Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов Автодорожная обстановка, культурные мероприятия Все это забота регионов Я 20 лет занимаюсь организацией спортивных мероприятий И могу сказать, что уровень вашей вовлеченности и профессиональности уникален Можете рассчитывать на меня, на FIFA Вместе мы сделаем этот чемпионат лучшим в истории На чемпионат в Казани ждут около 200 тысяч туристов Практически все гостиницы забронированы Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказал председатель госкомитета по туризму Сергей Иванов Также он посоветовал, что делать тем, кто захочет на время мундиале сдать или снять квартиру Гостиничные сервисы изучил Дмитрий Аринин Гость по стандартам должен пройти первым Это номер категории люкс, он соответствует сертификации халяль-френдли Здесь вы можете наблюдать картину, на которой нет ни изображений животных, ни изображений людей Также на мазлуке, каран И в прикроватной тумбе есть стрелка, которая указывает направление на киблу Таким гостиничным халяльным сервисом, включающим также еду, готовится встретить футбольных болельщиков-мусульман К чемпионату мира три казанских отеля уже прошли классификацию халяль Еще несколько на подходе Всего гостей готовы принять около 200 гостиниц разной комфортности Единовременно в них могут поселиться почти 15 тысяч человек Процент бронирования уже однозначно очень высокий И в большинство дней периода чемпионата он будет доходить до 100% Пока не забронированными остались, к примеру, такие президентские апартаменты Можете наблюдать кухню, которая полностью оборудована Проходите, пожалуйста Опять я, да? Да, здесь у нас спальня с двумя кроватями Рабочий кабинет, если гостю необходимо заниматься деловыми какими-то А компьютера тут нет, кстати? Компьютера нет, но у нас на первом этаже есть специальная зона оборудованная Помочь гостиничному бизнесу и тоже заработать смогут и владельцы казанских квартир Для этого, правда, собственникам жилья нужно соблюсти несколько правил Он должен либо зарегистрировать неудачного предпринимателя Либо должен, соответственно, подать все необходимые документы для регистрации дохода Очень важный момент – это регистрация проживающих у вас Ну и третье, конечно, следить за тем, чтобы качество проживания Оно соответствовало ожиданиям гостя Рынок, он достаточно четко регулирует То есть вы не можете сдать, например, однокомнатную квартиру даже за 50 тысяч рублей в сутки Тем же, кто собирается снять такую квартиру, советует проверить, все ли из этого правильно оформлено Очень большой оборот будет людей То есть люди будут приезжать кто-то на один день, кто-то на два, кто-то на три И общая цифра людей, посетивших Казань и Татарстан за этот период, будет больше 200 тысяч человек Если с размещением туристов Казань все же не справится На помощь могут прийти близлежащие города и даже регионы Многие фанаты там уже забронировались Дмитрий Иринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань К Мундиалю во всеоружии Сегодня Рустам Мениханов провел расширенное заседание по вопросам безопасности во время чемпионата мира До первой игры в Казани остается чуть больше месяца Президент напомнил, гарантировать безопасность участников, гостей и жителей города и республики нужно во всех сферах Безопасности дорожного движения, обеспечения устойчивого энергоснабжения, надежному функционированию промышленных предприятий Поддержание эпидемиологического благополучия, а также в части информационной безопасности В то же время остался ряд проблемных вопросов Наша задача определить имеющиеся недоработки и найти пути их решения Это новости Татарстана и смотрите далее Не ограничивать себя при выборе сотрудников У меня цель научиться всему и поварскому делу, и барменам, и официантам Как подписанное соглашение поможет людям с ограниченными возможностями здоровья найти любимую профессию Узнавал Сергей Хайдаров Первым делом самолеты Здесь дают возможность детям познакомиться с авиацией Пилоты-герои России побывали в Казанском лицее, выпускающем будущих летчиков Как за годы изменилась летная школа, расскажет Рамиль Шайдулин Ирада Аюпова, назначенная министром культуры Татарстана Соответствующий указ подписал сегодня Рустам Миниханов Нового министра культуры коллегам представил премьер-министр Алексей Писошин А до этого дня Ирада Аюпова занимала должность председателя Госкомитета по архивному делу Бесконечно человечный, высоконравственный и любящий жизнь Сегодня Татарстан простился с Тимуром Акуловым Он ушел из жизни накануне после продолжительной болезни Его называли неофициальным министром иностранных дел республики Он лично вел переговоры во время захвата советского самолета талибами в Кандагаре Сегодня проститься с Тимуром Акуловым пришли сотни человек Какими его запомнит Альбина Солгараева У него был особый дар объединять вокруг себя людей И сегодня здесь сотни человек вновь собрались рядом, чтобы проститься То, что делалось, Тимур Ильич, дорогой Это глубокий след и на памяти у всех нас Поэтому словами только утешить сложно, но живым другое не дано Будем помнить о тех делах, о том следе Тот след, который ты оставил в истории республики Спи спокойно, ты свое дело сделал А след в истории не только республики, но и в мировой Тимур Акулов оставил глубокий Его называют неофициальным министром иностранных дел Татарстана В 1991 году он стал советником президента республики по международным вопросам Через 4 года его назначают директором департамента внешних связей президента республики Он с нуля создает структуру, собирает команды успешную и целеустремленную Первые международные командировки, первые переговоры в его лице Первые иностранные дипломаты узнали Татарстан Сегодня в зале те, кто работал с ним не один десяток лет Все его профессиональные и деловые качества, они проистекали из его человеческих качеств Он был очень обаятелен, искренен в отношениях, дружелюбен Он был харизматичен Все его потенциальные возможности, я считаю, полностью реализовались Как и руководитель, и как организатор, и как исполнитель Тимур Акулов был одним из организаторов спецоперации по освобождению советских летчиков из плена в Кандагаре Вот как сам он вспоминает эти события Для меня был самый сложный момент, это когда я первый раз приехал в Кандагар Потому что талибы просто не хотели разговаривать Ну ладно, ребята, тогда начнем так Вы мусульмане талибы, я мусульманин, знающий арабский язык, давайте будем говорить на языке Корана Я считаю, что именно этим я завоевал доверие у них какое-то И потом уже в дальнейшем стало легче с ними общаться 28 раз побывал у них в гостях Это логово к этим талибанам ездит Неизвестно тебя, они самого не оставят ли там, выпустят Это ведь неизвестно Его запомнят преданным другом, талантливым руководителем и политиком И просто искренним человеком 18 чиновников Татарстана предпочли уволиться, нежели сдать декларацию И 7 из них уже сложили полномочия Об этом сегодня сообщили в Кремле Здесь озвучили рейтинг самых богатых чиновников Кто же возглавил список в репортаже Анны Городновой Рейтинг самых богатых глав районов возглавил мэр Казань Эльсур Медшин За ним глава Буинского района На третьем месте мэр Нижнекамска На четвертом глава Актанышского района И замыкает пятерку глава Нурладского района Отчитаться о своих доходах чиновники должны были не только за себя Но и за супругов и несовершеннолетних детей Президент лично контролирует этот процесс Периодически он просматривает в реальном режиме все документы, которые поступают То есть он изучает эти справки В кабинете министров самый большой доход у председателя госкомитета по закупкам Ольги Редько За ней вице-премьер Василь Шихразеев На третьем министр лесного хозяйства Равиль Кузюров Следом вице-премьер Лейла Фазлеева И министр образования и науки Рафис Бурганов Самым богатым депутатом в Госдуме Татарстана Стал Айрат Хайрулин С доходом в 168 миллионов рублей Рейтинг депутатов Госсовета Республики Возглавил Альберт Фахрудинов Его доход в 604 миллиона Справки подал и Рустам Мениханов Декларированный доход президента Республики Татарстан за 2017 год составил 7 миллионов 766 тысяч 776 рублей 45 копеек Декларированный доход супруги президента за 2017 год составил 137 миллионов 443 тысячи 911 рублей 21 копеек 18 чиновников отказались предоставлять данные о доходах Это 6 госслужащих из Нижнекамска, 3 человека из Титюрского района, 4 чиновника из Муслюмовского и по одному из Рыбной Слободы, Ознакаева, Альмитевска, Менделеевска и Аксубаева Декларационная кампания завершилась, но у чиновников еще есть месяц, чтобы внести дополнение По итогам же данных документов, несколько справок уже рассматривает антикоррупционная комиссия Имена и фамилии госслужащих пока не оглашают Шьют, декорируют и даже работают за барной стойкой, несмотря на тяжелый диагноз Сегодня потенциальные работодатели встретились с молодыми особенными специалистами Это те, у кого есть ограничения по здоровью Как особенным людям найти работу по душе, узнал Сергей Хайдаров Ангелина Фугина держит в руках нитку с иголкой далеко не в первый раз Раньше приходилось подшивать только свою одежду, но здесь, в колледже, начала шить еще и на заказ Люблю эту профессию, потому что можно купить ткань, шить себе то, что нет у других А еще здесь пекут, изучают фотоискусство и занимаются декором В 41-м колледже по различным направлениям обучают сразу несколько групп для детей с ограниченными возможностями Работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уже сейчас пользуется популярностью и спросом Вот, например, эти декоративные розы украшали здание госсовета 8 марта Сейчас они заполняют стены 41-го колледжа Кроме того, здесь есть более мелкая и кропотливая работа, как, например, вот эти макеты ферм Работу особенных учеников колледжа сегодня увидели их потенциальные работодатели Кто-то только присматривался к возможным кандидатам, а у некоторых уже есть вакансии Будет организована мастерская общественная, где будут созданы рабочие места А это уже колледж малого бизнеса и предпринимательства Здесь дети с ограниченными возможностями и концерт отыграли, и эксклюзивные рукоделия продемонстрировали Стало понятно сразу, спрос есть У нас идет отработка синхронной работы Никита Абрамов стоит за барной стойкой всего третий день Причем делает это не в ресторане, а прямо в стенах торгово-экономического техникума У меня цель научиться всему и поварскому делу, и барменам, и официантам Я никогда не сдамся, все равно научусь Эти аплодисменты как сигнал, что мечта Никиты обязательно сбудется Договора о сотрудничестве с директором торгово-экономического техникума подписали сразу три работодателя Кроме того, теперь на базе этого техникума в Татарстане впервые пройдет конкурс Обилимпикс Это альтернативный вариант чемпионата WorldSkills, но только для специалистов с ограниченными возможностями Мы сейчас готовим документы, где колледжи и работодатели с нами в том числе Могут провести чемпионат региональный по 40 компетенциям Региональный этап чемпионата Обилимпикс техникум примет уже в этом году Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Десять региональных трейдеров подозреваются в картельном сговоре По версии Уфас Республики, именно они спровоцировали снижение закупочных цен на сырое молоко этой зимой Трейдеры все обвинения отрицают, доводы за и против выслушала Альбина Минибаева Эта зима для фермеров стала настоящим испытанием Закупочные цены упали до 15 рублей И по версии антимонопольной службы виноваты в этом 10 региональных трейдеров Сегодня в Уфас очередное слушание, но ответчики потребовали привлечь к делу молокозаводы и торговые сети Поскольку вызывает вопросы тот факт, что цены на сырое молоко снижаются в зимний период Однако почему-то цены на магазинах не снижаются, а наоборот повышаются Торговые сети также сейчас в настоящее время продолжают исследоваться на предмет отдельного нарушения антимонопольного законодательства В отношении молокозаводов у Уфас тоже есть подозрения, возбуждено 5 дел Но как мы можем сделать высокую цену, если заводы снизили цену? То есть как мы можем продавать молоко по цене больше, чем у нас завод купит? Но вот управление настаивает, между трейдерами все же был картельный сговор В некоторых случаях молоко закупалось по 18,5 рублей В это же время переработчики покупали его минимум за 21 рубль Учитывая, что был зимний период, то есть традиционно надое снижается, а тем не менее спрос остается повышенным Однако цена была экономически установлена необоснованная И как раз-таки наличие были признаки совместного соглашения Трейдеры напоминают историю о завозе сухого молока в республику Кроме того, по их версии, этой зимой производители снизили объемы закупок сырого молока Признавать себя виновниками в крушении цен трейдеры не намерены Предоставленные документы и возражения еще предстоит изучить управлению Антимонопольная служба взяла тайм-аут Так был ли сговор между трейдерами? Узнаем 10 мая Альбина Минебаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань И к другим темам По улицам лося с бобром водили А точнее весной животные сами вышли к людям Вот такое видео прислали нам казанцы После затяжных дождей они обнаружили у себя во дворе бобра Животные попытались поймать, однако это не так-то и легко Бобер был настроен весьма решительно и в руки не давался Еще одну картину из разряда в мире животных Казанцы запечатлели уже возле РКБ Здесь в панике метался лось Почему животные покинули привычную сферу обитания непонятно Возможно выйти к людям их заставил скудный рацион Финал уже через неделю Сегодня жюри конкурса на соискание гранта ТНВ На обучение в КФУ отобрало 6 финалистов А точнее финалисток Они вышли в заключительный этап конкурса Троим победителям наш телеканал оплатит учебу Сегодня члены жюри оценивали и эссе и видеопрезентации Какое испытание предстоит в финале знает Анна Городнова Поставленный голос, приятная внешность, умение держаться перед камерой Жюри сегодня подводило итоги двух туров 41 эссе в первом туре, 28 презентаций во втором И всего 6 финалистов Выбор оказался непростым Важна была такая составляющая, конечно же, как чистота речи Потому что речь идет о татароязычных журналистах И в этом у нас экспертное мнение И на одной раз даже расходилось И мы практически путем переговоров Определили ту самую заветную шестерку кандидатов В финал вышли 6 школьниц Из Лениногорского, Огрыцкого, Ознакаевского, Арского и Октанышского районов Им предстоит заключительное испытание Взять интервью в студии ТНВ у определенных персон Список мы сообщим каждому из финалистов Участницы должны сами узнать информацию о человеке и подготовиться Мы рассчитываем через это увидеть внутреннюю культуру Ребят, которые собираются быть журналистами И способность найти психологический контакт с человеком Причем не просто с человеком, а с человеком персоной Победителей будет три ТНВ оплатит им учебу в Казанском федеральном университете Уже с первого курса постигать тонкости профессии Будущие журналисты будут и на нашем телеканале Анна Городнова, Марат Идгараев, ТНВ, Казань Как пилоты пилотам Сегодня летчики-герои России встретились с начинающими авиаторами Казани Вот уже шестой год 35-й лицей выпускает детей Умеющих самостоятельно управлять самолетом Ромей Шайдулин о том, как сбываются мечты о небе Вам было тяжело работать летчиками-испытателями? Вопрос всем четверым Героям России, своими звездами, обязанными небу Наедине со всей гимназией Летчики Александр Крутов, Венер Мухаммед Гореев и Марат Алыков Шестой год здесь выпускают их подрастающую смену Выпускнику Расулу Нугаеву нет и 18-ти, но за плечами уже сотни вылетов Самое чувство запомнится с первого полета То есть, как-то воздушность какая-то появилась Новые возможности теперь открылись Целая школа летчиков, того, кому уже есть 14, допускают до полетов Но прежде часы и недели учебы Как в летных школах, только еще интереснее Между школьными партами и режимом свободного полета Стоят вот такие тренажеры Легендарный малогабаритный Як-52 20-го века Но перемещенный в виртуальную среду века 21-го Здесь школьники просчитывают все возможные риски Прежде чем отправиться покорять реальные выси Я знаю, что выпускники этого лицея, в общем-то, на расхват То есть, как только узнают, что они учились здесь И в Краснодарское высшее военное училище летчиков И в другие учебные заведения авиационной направленности Как пилоты и пилотам герои России сегодня рассказали Как они пришли в авиацию из военных училищ и летных школ Гражданской авиации и карьере испытателя Пусть всегда был непрост, но оттого и стал героическим Чтобы люди, будем говорить, увидели живые легенды Пообщались, смогли задать вопросы И я думаю, что пусть не все, но какая-то часть загорится Скажет именно, какая-то искорка у них проснется И они пойдут в авиацию Со школьных парт на студенческие пары Сегодня же летчики встречаются со студентами КАИ Инженерами и конструкторами И только это считают гости залог авиации Когда у штурвала ассы о вангарах настоящие специалисты Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань И на этом у меня все Впереди вас ждет прогноз погоды Увидимся в 21.30 Добрый вечер, новости спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Ватерполисты синтеза стали обладателями Суперкубка России В бассейне Олимп битва за трофей завершилась победой казанцев над Волгоградским Спартаком Относительно новый титул в отечественном водном поле был разыгран во второй раз Дебютный кубок достался как раз нашим соперникам Спартаку Но в этот раз домашние стены помогли синтезу До четвертого периода игра была равной Лишь только в концовке поединка подопечным Андрею Белофастову удалось вырвать победу Итоговый счет 14-12 Это первый трофей казанцев с 2010 года Теперь команда готовится к полуфиналу чемпионата страны Серия начнется домашним поединком 5 мая Казань в ожидании очередного спортивного события международного масштаба 7 мая во дворце единоборств стартует чемпионат Европы по тэквондо Лучшие представители восточного единоборства проведут борьбу за престижный титул Среди кандидатов на главные медали два тэквондиста Татарстана Рафаэль Камалов вошел в состав сборной России весовой категории до 87 килограммов А Юлия Миюц выступит среди девушек весят до 67 килограммов Оба спортсмена получили путевки на домашний чемпионат Благодаря победе на Кубке президента Всемирной Федерации тэквондо в Афинах Тренируется Рафаэль и Юлия в набережных Челнах Очень нервные тоже соревнования были, потому что все конкуренты из России, из всех стран Которые нужны в дополнительной путевке, там принимали участие Около 60 человек весовой категории Провел пять поединков, одержал все победы, занял первое место Помимо этого еще выполнил норматив мастера спорта международного класса И 20 баллов в копилку рейтинговых, которые потом помогут в гонке на Олимпийские игры Легенда Рубина Геог Денис Караденис объявил о завершении карьеры Турецкий полузащитник провел за Казанский клуб 10 сезонов За это время Караденис два раза выиграл чемпионат России Стал обладателем Кубка и Суперкубка страны Переход в Рубин стал первым трансфером игрока До этого он 11 сезонов провел в турецком Трапзонспоре В начале карьеры играл в основном защитную роль Позднее стал выступать в качестве атакующего полузащитника Последнее время использовался в команде также на позициях нападающего Караденис один из самых опытных и стабильных игроков Рубина В свои 38 лет турецкий футболист показывал на поле успешный результат И был примером для всех молодых игроков команды И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! В Татарстан пришло настоящее лето Местами температуры повысились до плюс 25 Но из-за северного ветра ожидается понижение температур Подробнее после полезной информации Вам нужен шкаф-купе Качественный, недорогой и по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать со скидкой 20% Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23 Телефон 2, 167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке В Бугульме, Бавлы, Ознакаево Переменная облачность и до 14 градусов выше нуля На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге Температура немного ниже Облачная погода с прояснениями Плюс 10 На севере республики, Менделинске, Агрызин, Менделеевске Также до 10 градусов выше нуля И осадки не ожидаются На северо-западе, Варске, Куб, Мари, Балтаси Переменная облачность и 10 градусов тепла На юго-западе, в Болгарии, Буинске, Држаном Солнечно и тепло, местами до плюс 18 В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши Без осадков и 12 градусов выше нуля В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается Будет тепло и без осадков Спонсор показа ООО Челный Кировец Предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов Кировец Производят продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним На предприятии Челный Кировец полностью переверут ваш трактор Заменят износившиеся узлы и агрегаты Предприятие Челный Кировец Легендарному трактору вторую жизнь Катаракта? Пора забыть о ней навсегда Только сейчас лечение катаракты за 37 тысяч рублей Клиника Третий Глаз 273-17-17 Старейшая частная офтальмологическая клиника Третий Глаз Приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики И необходимого лечения с использованием новейших моделей Офтальмологического оборудования Всегда рады вам помочь Адрес город Казань, улица Спортивная, дом 3 О погоде в столице Татарстана В Казани будет облачно, но без осадков Температура воздуха плюс 11, плюс 13 Ветер северный до 5 метров в секунду Атмосферное давление в норме 760 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 60% Магнитное поле земли спокойное Это вся информация о погоде В студии была Лыла Латыпова Увидимся на ТНВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин